Всем привет! В данном видео будет небольшая выжимка в максимально короткой форме из мероприятия руководства от Sherpa, прошедшего 23 февраля на Твиче, в котором я принимал участие. Собственно для тех, кто пропустил, это будет некий марафон обучающих стримов на платформе Твич, где будет рассказываться много полезной информации касательно механик игры и различным нюансам, где вы также можете задавать свои вопросы в прямом эфире. И чтобы не пропускать их выход, подписывайтесь на официальные страницы BattleState, а также мой канал, где будут по возможности публиковаться также различные анонсы. Ну и перейдем к сегодняшней теме. Броня в Escape from Dark представляет собой уникальную игровую механику, которая в значительной мере отличается от принципа своей работы от других игр. Так, средства бронезащиты могут полностью заблокировать урон в защищенные части тела, либо значительно уменьшить его даже в случае пробития брони. И для начала разберем, что броня в игре обеспечивает защиту только от тех участков тела, которые указаны в ее описании. Поэтому не стоит обращать внимание на то, как выглядит внешнее. В целях определенных упрощений бронежилеты, бронеразгрузки и шлемы обеспечивают защиту части тела, даже если не похоже, что она их закрывает полностью. Как пример, руки на персонажа закрываются броней частично, но по факту защищены целиком. Сюда же можно добавить и различные отверстия брони, которые также на самом деле не существуют. Со шлемами ситуация аналогична с учетом того, что голова имеет тоже свои дополнительные зоны, разделенные на затылок, верх, уши, глаза и челюсти. Шлем защищает те зоны, которые указаны в его описании. С учетом того, что наш шлем при наличии соответствующих креплений, можно дополнительно устанавливать такие модули, как забрало с защитой глаз и челюстей, бронепластины с защитой ушей, а также верха и затылка в зависимости от конкретного шлема. Каждый такой модуль имеет свою прочность и характеристики по стойкости материала к пробитию, разрушению и рикошету. В случае его повреждения достаточно лишь заменить на новый. У шлема, как и бронежилета, либо бронеразгрузки защищены те зоны головы, которые присутствуют в описании, несмотря на то, что внешне может казаться иначе. В качестве примера возьмем шлем Ops Core Fast MT. С возможностью установки забрало с защитой глаз и челюстей, и если смотреть прямо, то видно, что забрало визуально полностью закрывает уши, но на самом деле их не защищает. Чтобы лучше понять, как все же работает броня в игре, рассмотрим для начала момент, когда происходит попадание пули по нашему персонажу. И если часть тела защищена броней, то сперва происходит проверка, пробивает пуля или нет нашу защиту, в зависимости от ее показателя бронепробития и класса брони. Возьмем для теста бронежилет четвертого класса защиты Тор и постреляем его патронам БП в калибре 5,45 на 39 мм, которые имеют показатель пробития 35 единиц. В результате теста в данном случае получаем пробитие брони только третьим попаданием. Данный показатель пробития у боеприпаса показывает, что он способен с большей вероятностью пробить только третий класс защиты. Вторая же цифра показывает то, насколько быстро наступит пробитие четвертого класса, и чем она выше, тем, собственно, быстрее это произойдет. Для следующего теста снова возьмем бронежилет четвертого класса защиты Тор и постреляем в него теперь патроном БТ, который имеет показатель пробития уже 37 единиц. В результате теста получаем пробитие бронежилетов, в этом случае уже со второго попадания. Таким образом, зная показатель пробития у боеприпаса, можно примерно уже понять то, насколько эффективными они будут по пробитию различных боеприпасов и бронеразгрузок в зависимости от их класса. Что касается наносимого урона при пробитии брони, он рассчитывается исходя из базового урона боеприпаса, силы пробития, класса брони, процент оставшейся прочности, и чем выше будет бронепробитие пули, тем меньше будет снижение урона. В качестве наглядного примера возьмем бронежилет третьего класса Унтар и боеприпас БП в калибре 5,45 на 39 мм с показателем пробития в 35 единиц и уроном в 49. Далее в результате теста получаем, что при 100% прочности бронежилета наносится урон 41 единицу, а именно в районе 84% от изначального. Если продолжить тест, то получим, что при прочности бронежилета 84% урон уже будет 42 единицы. Таким образом, выходит, что при пробитии бронежилета наносится урон меньше изначального, и чем меньше будет прочности бронежилета, тем выше будет становиться урон. При достижении порога в районе 15% прочности бронежилета, либо бронеразгрузки, урон будет проходить полный. Если в свою очередь боеприпас обладает избыточным пробитием, например, 7N39 в калибре 5,45 на 39 мм, который имеет показателем пробития 62 единицы и урон 37, и если произвести стрельбу бронеразгрузку 4 класса защиты ММАК, то картина будет неутешительной. Каждое попадание пробивает эту броню на вылет и наносит полный урон без какого-либо снижения. Даже если немного усложнить задачу данному боеприпасу и взять для теста бронежилет уже 5 класса защиты корун и произвести стрельбу уже по нему, как итог, благодаря такому высокому пробитию даже при 100% прочности бронежилета урон проходит полный. Если пуля не пробивает бронежилет, то наносится урон в виде заброневой травмы, размер которой рассчитывается уже исходя из класса брони, процента оставшейся прочности, а также значение урона и пробития самого боеприпаса. Если он обладает слишком низким пробитием, то наносится минимальный заброневой урон равный 1 единице. Такой же минимальный урон наносится в случае рикошета пули от шлема. На вероятность рикошета влияет шанс, указанный в описании шлема, и он может быть высоким, средним или низким, а также угол относительно нормали в точке попадания и последнем отрезком в траектории полета пулей. Помимо этого, параметрами вероятности рикошета процентом соотношения обладает и пуля. Для следующего теста возьмем бронеразгрузку 4 класса защиты 6B3TM, в качестве материала брони используется титан, оппонентом выступит бронеразгрузка также 4 класса ММАК, тут материал брони высокоплотный полиэтилен. В качестве боеприпаса снова возьмем БП в калибре 5,45 на 39 мм, который, как мы уже знаем, имеет пробитие 35 единиц и произведем по одному выстрелу в абсолютно целую броню. В бронеразгрузке 6B3TM будет нанесен урон 15 единиц, в ММАК всего 9, таким образом, на заброневый урон влияет еще показатель конкретной брони, помимо вышеперечисленных критериев. Если же сравнивать, например, бронежилет Трупер 4 класса защиты и бронеразгрузку ММАК такого же класса, то заброневый урон будет плюс-минус аналогичный в рамках погрешности, поэтому существенной разницы при выборе между бронежилетом и бронеразгрузкой не будет. В настоящее время все бронежилеты и бронеразгрузки разделены по классам и включают в себя со 2 по 6 класс защиты, шлема же имеют и 1 класс. Это все можно легко проверить в описании предмета, соответственно, чем выше класс защиты, тем лучше при условии того, что предмет полностью новый. Так, каждый используемый материал брони имеет различную стойкость к разрушению, то есть то, сколько броня потеряет единиц прочности при попадании в нее пули, и данные расчеты производятся на основе бронепробития боеприпаса, его силы разрушения и стойкости используемого материала. Из прошлых тестов было видно, что разные материалы влияют на скорость разрушения брони, что по мере потери прочности влечет увеличение получаемого урона и дальнейшее пробитие со всеми вытекающими отсюда последствиями. В качестве примера разберем снова бронеразгрузку 6Б3ТМ из титана и ММАК из высокоплотного полиэтилена. Обе бронеразгрузки имеют прочность 40 единиц. При стрельбе по ним боеприпасам БП в калибре 5-45 на 39 мм получим следующее значение. Так, для пробития 6Б3ТМ понадобилось в данном случае в среднем 2 попадания для полного разрушения 6. В свою очередь на пробитие ММАК было затрачено в среднем 4, а на разрушение 8. Из-за этого видно, что не вся броня одинаково хорошо держит урон в зависимости от материала при одинаковой прочности. И пусть вас не смущает то, что броня может быть пробита даже если боеприпас ее не должен пробивать, так как данная ситуация происходит по причине того, что у каждого боеприпаса есть еще один такой показатель как вероятность пробития брони в процентах. Как пример боеприпас БП, как уже знаем пробивает броню 3 класса, но даже в данном случае есть совсем небольшой процент, что он ее не пробьет, а также имеется небольшой шанс на вероятность пробития 4 класса, что тут и произошло, причем неоднократно. Но не стоит сильно переживать обладателям брони высокого класса защиты, данный бонус действует только на плюс 1 уровень вверх. А именно если боеприпас пробивает уверенно 3 класс защиты, то есть небольшой шанс на пробитие 4 класса. 5 и 6 класс он никак не сможет пробить первым попаданием. В качестве следующего примера возьмем бронежилет труппер из высокоплотного полиэтилена и с показателем прочности 85 единиц. И стрелять по нему мы будем снова БП патроном, пробитие наступит только на 7 попадании, а на полное разрушение понадобится 16 выстрелов. Таким образом при подборе брони учитывайте не только материал, но и показатель прочности, что вкупе позволит довольно стойко переносить множество попаданий, так как броня, теряя значительную часть своей прочности, теряет и останавливающие свойства. В среднем при достижении броней данного показателя ниже чем 60% от базовой прочности, значительно ухудшается ее характеристики, становясь по факту как броня на класс ниже. И для поддержания брони в актуальном состоянии необходимо ее постоянно ремонтировать. В настоящее время любую броню могут ремонтировать торговцы, прапор, лыжник и механик. Различаются они как по качеству ремонта, так и по стоимости своих услуг. Прапор ремонтирует дешевле всех, ну и качество его работы оставляет желать лучшего. Сколько броня потеряет очков прочности от изначального значения можно посмотреть при производстве ремонта. Лыжник ремонтирует уже чуть лучше и самый качественный, но и дорогой ремонт будет у механика. На итоговую стоимость ремонта влияет материал брони, сколько очков прочности нужно восстановить и собственно сам торговец. Как пример, чтобы полностью восстановить бронежилет пятого класса из керамики кжелька, у миротворца придется потратить около 91 тысячи рублей. При этом броня все равно потеряет много очков прочности, выгоднее будет уже доплатить и купить новую. Или как пример, ремонт бронежилета пятого класса Корунт, из баллистической стали обойдется у того же миротворца в районе 151 тысяч рублей, что значительно превосходит цену нового бронежилета. Получаем, что не все материалы хорошо поддаются ремонту и теряют очки прочности. И как правило их восстановление будет обходиться дешевле, в отличие от брони, которая хорошо ремонтируется и мало теряет очков прочности. Из этого всего можно сделать вывод, что есть материалы, которые хорошо поддаются ремонту и восстанавливать их можно неоднократно, даже после полной поломки. А есть и те, которые полностью отремонтировать можно, но только один раз, так как теряется при ремонте слишком много очков прочности и использовать такую броню в дальнейшем будет нецелесообразно ввиду сильного ухудшения своих останавливающих свойств. И для наглядности возьмем в качестве примера два бронежилета пятого класса защиты, кжелька из керамики и корунта из баллистической стали. Бронежилеты будут полностью новыми, произведем по ним стрельбу боеприпасом 7Н39 в калибре 5,45 на 39 мм с пробитием 62 единицы, который пробьет их легко, но цель не узнать стойкость, а выяснить эффективность брони на дистанции после ремонта, так как можно было взять боеприпас гораздо слабее в пробитии и ничего в общем не изменится, кроме времени затрачиваемого на пробитие. Так вот, корунт будет полностью разрушен с двух попаданий, кжелька понадобится три попадания. После первого ремонта корунт будет иметь около 98% от изначальной прочности и снова будет разрушен за два попадания, кжелька после ремонта будет иметь прочность около 77% и будет также разрушена с двух попаданий. Таким образом, каким бы не был хороший материал керамика в стойкости к разрушению, на дистанцию будет проигрывать за счет большей потери прочности при ремонте. В свою очередь, Корунт, казалось бы, изначально с небольшим запасом прочности, на дистанции начинает выигрывать за счет того, что очков прочности теряет меньше. Но это не значит, что кжелька слабый бронежилет, пока он новый, это будет очень хороший выбор. Вернемся к расчету вероятности пробития брони. Так, при попадании пули производится расчет, пробивает пуля ее или нет, учитывая ее класс. Далее идет расчет прочности, то есть игра проверяет текущую прочность, сравнивать ее с изначальной. Для примера возьмем снова бронеразгрузку 4 класса расчеты 6B3TM, у которой после ремонта прочность составляет 36 из 36. В свою очередь, изначально прочность новой брони равна 40 единицам, то есть расчет будет идти 36 от 40, а не 36 из 36. И мы получаем, что прочность нашей брони в данном случае равна 90% от изначального значения. И чем ниже будет процент, тем ниже будет останавливающие свойства. Если снова взять боеприпас БП в калибре 5,45 на 39 мм, то вероятность пробития будет уже выше, чем у полностью новой брони. И тут может возникнуть вопрос, что лучше взять, новую броню 3 класса или 4, но после ремонта. В качестве примера возьмем новый бронежилет 3 класса Унтар и бронежилет 4 класса Тор, после полного ремонта у которого осталось от изначальной прочности около 82%. И в результате стрельбы по ним патронам БП в калибре 5,45 на 39 мм, которые уверенно пробивают броню 3 класса, получаем, что Унтар был пробит каждым попаданием и наносимый им урон каждый раз был достаточно высок. На полное разрушение брони потребовалось 7 выстрелов. Тор в данном случае, несмотря на свои повреждения, сумел остановить одну пулю и каждое попадание наносило меньше урона. На полное разрушение потребовалось 5 пуль. И по результатам данного теста можно сделать небольшой вывод, что нет ничего страшного, если броня не новая. Главное, чтобы запас прочности был выше 60% от изначального значения. Даже в таком состоянии она работает эффективнее, нежели бронежилет новый, но на класс ниже. Но тут также нужно помнить, что поврежденный бронежилет быстро разрушается и соответственно перестает вовсе держать урон. Таким образом, можно подбирать поврежденную броню у противника, если она обладает прочностью не ниже 60%, а надетая на нас и имеет класс защиты ниже. Да и в общем, сильно поврежденную броню лучше не надевать, так как при прочности ниже 15% от изначального значения она пули уже не останавливает. Уничтоженный шлем не имеет шанса на рикошет пули. А вот негативные эффекты, связанные с их ношением, продолжают у нас действовать, поэтому лучше выбросить ее в ближайшие кусты, чтобы вернулась по страховке, либо в рюкзак, если она не наша и ее можно недорого и качественно отремонтировать. При подборе бронежилетов, бронеразгрузок и шлемов также следует обращать внимание на их вес и штрафы, которые не накладывают при ношении. И еще один совет, при подборе бронежилетов и бронеразгрузок не стоит гнаться за максимальной защитой всех зон, так как прочность у бронежилета одна на все защищаемые участки тела. Так, при надетом бронежилете зонной защиты рук и при попадании по нам соответственно в руки, будет расходоваться общая прочность всего бронежилета. И когда следующая пуля попадет в грудь, броня может оказаться уже сильно разрушенной и не сдержит это попадание, и произойдет пробитие. Таким образом, выбирайте бронежилеты под свой стиль игры, так как в некоторых ситуациях одна может быть эффективнее другой. Для новичков будет выгодно защищать максимум участков тела, в особенности живот, но по мере того, как вы наберетесь опыта, можно уже начинать отказываться в каких-либо зон, так как главное защитить грудь и голову, ведь все остальное можно восстановить и вылечить. Со шлемами другая ситуация, здесь уже желательно стараться защищать максимум участков головы. И подводя итог, следует сказать, что лучше иметь хоть какую-то броню, нежели ее полное отсутствие, так как даже если она не остановит пулю полностью, то может снизить входящий урон. И вовсе может случиться такое, что выпадет в рулетке счастливое число, и пуля вовсе не пробьет бронежилет, который должна была уверенно пробивать. И на сегодня, всем спасибо за просмотр данного видео, пишите в комментариях, как вам данный формат водного обучения, задавайте интересующие вопросы, а также подписывайтесь на канал, дальше будет еще интереснее. И всем пока!